Видео снимается специально для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему, можно ли стирать серые вещи вместе с белыми вещами. И на ваших экранах вы сейчас видите 50 оттенков серого. Это серые вещи, немного серые вещи и белые вещи, которые похожи на серые. Но это на самом деле просто цвет передач такая. Что вообще нужно знать, если вы хотите постирать белые вещи и серые вещи? В первую очередь, белые вещи это вещи, которые покрашены белым цветом. Серые вещи это вещи, которые покрашены серым красителем, естественно, темноватым. И при стирке он может отдавать цвет и, соответственно, переходить на белый цвет. Что нам нужно сделать, чтобы этого избежать? В первую очередь, не стирать белые вещи вместе с серыми. Если у нас есть возможность разложить их по разным корзинам и разместить в разных стирках, тогда мы так делаем, конечно. Если у нас такой возможности нет или нам очень хочется экспериментировать, тогда мы можем сложить их в одну корзину и посмотреть, что будет. Как мы можем предвосхитить негативные последствия? В первую очередь, нам нужно использовать хороший порошок. Это желательно с наименьшим количеством паф. Это может быть какой-то детский, например, порошок или просто порошок из эко-серии. Он будет меньше вымывать цвет из вещи, то есть, соответственно, он будет меньше забирать его в воду и меньше отдавать, соответственно, в белый цвет. Меньше он сможет приликнуть к нему. Как мы еще можем немножко разграничить эти цвета в стиральной машине? Несмотря на то, что они у нас будут лежать в одной сплошной куче, в первую очередь, будет здорово, если мы разберем их на разные, скажем так, кучки. И если у нас есть мешки специально, в которые мы можем заложить эти вещи, то есть, в один мешок мы положим белые вещи, в другой мешок мы положим серые. И в процессе они у нас не будут перемешиваться, не будет вот этого соприкосновения лишнего и передачи непосредственно цвета от серого к белому. Это тоже как-то снизит момент того, что цвет будет мигрировать с серой вещи на белую. Если у вас нет специального мешка, как у меня есть такой мешок, но если у вас нет его, то тогда вы можете воспользоваться обычной наволочкой. Вот мой мешок выглядит так, но на самом деле он самодельный и самосшитый. То есть, вот эта вот сетка была приобретена и уже самостоятельно прошита. Вы можете положить просто в наволочку вещи, застегнуть ее, и так они у вас будут немножко по отдельности стираться тоже. После того, как вы их постирали, их нужно максимально быстро достать, чтобы, опять же, не было лишнего контакта. Стирка должна быть на минимальных температурах, то есть, градусов 30-40, не больше. И минимальное возможное время. То есть, вот у меня быстрый режим, порядка 30 минут на стиральной машине. И в течение этих 30 минут вещь может освежиться. Привезти ее, немножко ее освежить после одного-двух раз носки, это вполне доступно в таком варианте. Если вы хотите полноценно постирать вещь белую или серую, то лучше тогда их стирать по отдельности. Но для вот такой небольшой стирки, короткий цикл, минимальная температура, не сильный отжим, чтобы, опять же, не было их контакта между собой, сильного разделения вот такими вот сетками или наволочками. И при вытаскивании из барабана, тоже мы делаем это как можно быстрее, то есть, не даем лишний раз там лежать и соприкасаться друг с другом, и развешиваем не внахлёст. То есть, серая вещь, она висит отдельно у нас, белая вещь висит отдельно, не вот так вот, чтобы они тоже не соприкасались. Сушим их не на открытом солнце, потому что белая будет желтеть, серая будет выгорать. Сушим в тени, в проветриваемом месте. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok